Матфея, 12 глава В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосси и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал самый бывший с ним, как он вошел в Дом Божий и ел хлебы-предложения, которых не должно было есть ни Ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не считали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» «Сколько же лучше человек овцы!» «Итак, можно в субботы делать добро!» Тогда говорит человеку тому, «Протяни руку твою!» И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силы Велизеула, князя Бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Если я силой Велизеула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в семь веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение Ехиднины. Как вы можете говорить доброе будущее злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение». И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. «И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Когда же он еще говорил к народу, «Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним». И некто сказал ему, «Вот, матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему, «Кто матерь моя и кто братья мои?» И указав рукою своей на учеников своих, сказал, «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Матфея, 13 глава. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так, что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, «Вот, вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло, иное упало в терния, и выросла терния, и заглушила его, иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» И приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал ему ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле». «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Другую притчу предложил он им, говоря, «Сарство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы». Придя же рабы дома владыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». И во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря, «Сарство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семен, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им, «Сарство небесное подобно закваске, которую женщина взяв положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами и без притчи не говорил им. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус отпустив народ вошел в дом и приступив к нему ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого, враг посеявший их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангела». Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще «Подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости, а о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще «Подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел». Еще «Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». «Так будет при кончине века, изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную, там будет плащ и скрежет зубов». И спросил их Иисус, «Поняли ли вы все это?» «Они говорят ему, «Так, Господи». Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притча сии, пошел оттуда. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосиф и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Евангелие от Матфея 14 глава. В то время Ира четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем, «Это Иоанн креститель, он воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же праздного дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей, дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву и взяв пять хлебов и две рыбы воззрел на небо благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустил народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине моря и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус точно заговорил с ними и сказал «Ободритесь! Это я! Не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал ему «Иди!» И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер испугался и начав утопать закричал «Господи, спаси меня!» Иисус точно простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И тогда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали «Истина! Ты Сын Божий!» И переправившись прибыли в землю генесаретскую. Жители всю окрестность и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались и исцелялись. Матфея 15 Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал ему ответ «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал почитая отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите «Если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою? Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим лицемер хорошо пророчествовал о вас Исаия говоря приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим сердце же их далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим и призвав народ сказал им слушайте и разумейте не то что входит в уста скверня человека но то что выходит из уст оскверняет человека тогда ученики его приступив сказали ему знаешь ли что фарисеи услышав слово сие соблазнились он же сказал в ответ всякое растение которое не отец мой небесный насадил искоренится оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму Петр же отвечая сказал ему изъясни нам притчу сию Иисус сказал неужели вы еще не разумеете еще ли не понимаете что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон а исходящее из уст из сердца исходит сие 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 скверняет человека ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния любодеяния кражи лжесвидетельства хуления это оскверняет человека а есть неумытыми руками не оскверняет человека и выйдя оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские и вот женщина Хананиянка выйдя из тех мест кричала ему помилуй меня Господи сын Давидов дочь моя жестоко беснуется но он не отвечал ей ни слова и ученики его приступив просили его отпусти ее потому что кричит за нами он же сказал в ответ я послан только к погибшим овцам дома Израилева а она подойдя кланялась ему и говорила Господи помоги мне он же сказал в ответ нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам она сказала так Господи но и псы едят крохи которые падают со стола господ их тогда Иисус сказал ей в ответ о женщина велика вера твоя да будет тебе по желанию твоему исцелилась дочь ее в тот час перейдя оттуда пришел Иисус к морю галилейскому и взойдя на гору сел там и приступило к нему множество народа имея с собой хромых слепых немых увечных и иных многих и повергли их к ногам Иисусовым и он исцелил их так что народ дивился видя немых говорящими увечных здоровыми хромых ходящими и слепых видящими и прославлял Бога Израилева Иисус призвал учеников своих сказал им жаль мне народа что уже три дня находятся при мне и нечего им есть отпустить же их неевшими не хочу чтобы не ослабели в дороге и говорят ему ученики его откуда нам взять в пустыне столько хлебов чтобы накормить столько народа говорит им Иисус сколько у вас хлебов они же сказали семь и немного рыбок тогда велел народу возлечь на землю и взяв всем хлебов и рыбы воздал благодарение преломил и дал ученикам своим а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшихся кусков семь корзин полных а евших было четыре тысячи человек кроме женщин и детей и отпустив народ он вошел в лодку и прибыл в пределы магдалинские евангелие от матфея шестнадцатая глава и приступили фарисеи и садукеи и искушая его просили показать им знамение с неба он же сказал им в ответ вечером вы говорите будет ведра потому что небо красно и поутру сегодня ненастья потому что небо багрова лицемеры различать лицо неба вы умеете а знамение времен не можете род лукавый и прелюбодейный ищет знамение и знамение не дастся ему кроме знамения иона пророка и оставив их отошел переправившись на другую сторону ученики его забыли взять хлебов иисус сказал им смотрите берегите загвастки фарисейской и садукеи а они помышляли о себе и говорили это значит что хлебов мы не взяли разумев то иисус сказал им что помышляете в себе маловерные что хлебов не взяли еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали как не разумеете что не о хлебе сказал я вам берегите закваски фарисейской и садукеи тогда они поняли что он говорил им беречься не закваски хлебной но учения фарисейского и садукеи придя же в страны кесария филипповой иисус спрашивал учеников своих за кого люди посчитают меня сына человеческого они сказали одни за Яна Крестителя другие за Илью а иные за Иеремию или за одного из пророков он говорит им а вы за кого почитаете меня Симон же Петр отвечая сказал ты Христос сын Бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты Симон сын ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах я говорю тебе ты Петр и на семь камней я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах тогда Иисус запретил ученикам своим чтобы никому не сказывали что он есть Иисус Христос с того времени Иисус начал открывать ученикам своим что ему должно идти Верусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть и отозвав его Петр начал прикословить ему будь милостив к себе Господи да не будет этого с тобою он же обратившись сказал Петру отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что Божие но что человеческое тогда Иисус сказал ученикам своим если кто хочет идти за мною отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряет ее а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет ее какая польза человеку если он приобретет весь мир а душе своей повредит или какой выкуп даст человек за душу свою ибо приидет сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его истинно говорю вам есть некоторые стоящих здесь которые не вкусят смерти как уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем матфея 17 глава по прошествии дней шести взял иисус петра иакова ианна брата его и возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними и просияло лицо его как солнце одежды же его сделались белыми как свет и вот явились им моисей и илия с ним беседующие присем петр сказал иисусу господи хорошо нам здесь быть если хочешь сделаем здесь три кущи тебе одну и моисею одну и одну илии когда он еще говорил все облако светлое осенило их и все глаз из облака глаголющий сей есть сын мой возлюбленный в котором мое благоволение его слушайте и услышав ученики пали на лица свои и очень испугались но иисус приступив коснулся их и сказал встаньте и не бойтесь возведя же очи свои они никого не увидели кроме одного иисуса и когда сходили они с горы иисус запретил им говоря никому не сказывайте о всем видении доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых и спросили его ученики его как же книжники говорят что илии надлежит иисус сказал ему ответ правда илия должен прийти прежде и устроить все но говорю вам что илия уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели так и сын человеческий пострадает от них тогда ученики поняли что он говорил им об иане крестителе когда они пришли к народу то подошел к нему человек и преклоняя перед ним колени сказал господи помилуй сына моего он в новолуние беснуется и тяжко страдает ибо часто бросается в огонь и часто в воду я приводил его к ученикам твоим и они не могли исцелить его из учеников иисус и с � рот неверный и развращенный и разъедин arbe буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру в горчичное зерно, и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм и сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахма? Он говорит, да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему, с посторонних. Иисус сказал ему, итак, сыны свободны. Но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море. Брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его, и отдай им за меня и за себя. Глава 18 Матфея В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженную в гену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, что упогиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Тогда Петр приступил к Нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату Моему, согрешающему против Меня? До семи ли раз?» Иисус сказал ему, «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу!» Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб! Весь долг тот! Я простил тебе, потому что ты упросил меня! Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его!» Матфея, глава девятнадцатая Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, «Что Бог сосчитал, того человек да не разлучает!» Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, а женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это я сохранил от юности моей. Чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в царство небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им, «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Матфея, глава двадцатая. Ибо царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно, и им сказал, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник к управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал двенадцать чеченников одних и сказал им, «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать, «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.